Добрый вечер, господа! Меня зовут Михаил Шустарович, я один из директоров Музея Русского Искусства в Джерси-Сити, а по-английски Музеем of Russian Art. Сегодня я хочу вас провести по залам нашего музея, познакомить вас с художниками, которые представлены на сегодняшней выставке. Первая картина, две картины, это Гуши Баргисян, художница, которая была рождена в Ереване, в Армении. Сегодня она живет и работает в Нью-Йорке. Две ее интересные работы. Одна называется «В лодке», вторая работа здесь представлена перед вами. Она без названия, но в той же манере написано, кое-какой работает эта художница. Две работы Алифтины Игнатьевой, художника, которая живет и работает в Джерси-Сити. Одна из этих работ, вот эта абстрактная, посвященная ее внукам. На этой работе есть инициалы ее внуков, J.N.O. Переходим к следующим картинам, представленным на нашей выставке. А работы художника Александра Кальницкого представлены две работы Александра Кальницкого и две работы его сына. Эта работа называется «Ленинградские дворники». Сам Александр из Ленинграда и имеет Ленинградскую художественную школу. Очень хорошо и приятно, что сын перенял лучшие традиции отца. Мы можем видеть, что его работы похожи по стилю, хотя отличаются от работ папы. Но в очень интересной манере написано, и мы пожелаем ему творческих успехов. Переходим дальше. А перед вами две работы Наума Медового, художника, который живет и работает в Нью-Йорке. Обе работы датированы 1982 годом. И он пишет в очень интересной и необычной манере, которая, в общем-то, свойственна, так сказать, где-то шестидесятникам, авангардистам, да, русским авангардистам. Перед вами три работы ленинградского художника Михаила Магарила, написанные в 1987 году. Все они созвучны, так сказать, опять же, шестидесятникам по стилю по-своему. И на каждой из этих работ присутствует профиль незаветного Владимира Ильича Ленина. Центральная работа называется «Лампочка Ильича». А, к сожалению, сегодня у нас представлена только одна работа великолепного художника, живущего в Джерси-Сити, Григория Гуревича. Это работа «Карандаш на бумаге», в очень интересной манере выполненная и заслуживает внимания. Следующей нашей остановкой будет романтичная и потрясающая, на мой взгляд, работа художницы Екатерины Смирновой, которая, ее работа достойна, на мой взгляд, украшать стены любого музея. Они интересны, они написаны, так сказать, только в ее манере и очень приятные, очень симпатичные работы. В этом зале предоставлены работы ленинградских художника и фотохудожника. Художник у нас Елена Апп, а фотохудожник Эмиль Флейшман. Это его фотографии Ленинграда, Санкт-Петербурга. Здравствуйте, меня зовут Эмиль Флейшман. Мои работы представлены сегодня на выставке в Музее русского искусства здесь, в Нью-Джерси. Хотел сказать пару слов о себе. Родился я в городе Баку, учился в Нью-Йорке на курсе психологии и всегда имел любовь к путешествиям. Это было мое хобби, которое переросло в работу, которая сегодня представлена здесь, на этой выставке. Хотел также добавить, что наша работа с Леной переросла из дружбы в вот такое вот сотрудничество. Мы много говорили об этом друг с другом, оба разделяем любовь к путешествиям. И надеемся, что вот эта вот выставка, наша первая выставка вместе и не последняя. Благодарен всем директорам музея Марго Гранд. Большое-большое-огромное спасибо за то, что она дала мне вот такую вот возможность представить мою работу здесь и дать людям увидеть, и дать мне возможность показать то, о чем я очень вдохновляю, то, что меня вдохновляет. На этих картинах вы видите, так как Лена видит себе Санкт-Петербург. В ее романтичных картинах присутствует все, и богатство красок, и разнообразное представление Петербурга, Ленинграда, Петрограда. Вот, я думаю, сейчас мы дадим пару слов сказать самому художнику. Я очень благодарна Марго Гранд, Мишу Шосторовичу, сейчас будет еще тяжело, Борис Беленький. Я вообще очень благодарна, что этот музей еще есть. Я знаю, что ему 30 лет. Я очень благодарна, что музей русского искусства находится. Я думаю, что это здорово, что он есть. Но я родилась в России, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и я не хочу никогда это забывать. Я очень благодарна людям, которые держат это творчество, искусство в Нью-Йорке, в Америке, в Нью-Джерси, в Калифорнию. Спасибо, Леночка, спасибо. Ну, господа, вы, в принципе, имеете представление. Пару слов о нашем музее. Музей был создан больше, чем 30 лет назад коллекционером Александром Глейзером. Существовал, так сказать, на Донейшн, как любой музей существует на Донейшн. И нельзя сказать, что процветал, но существовал и знакомил русскоязычную и американскую общественность с произведениями художников. Очень много художников прошли через эмиграцию, очень много известных художников, таких как Михаил Шемякин. Они здесь тоже выставлялись, и многие имели возможность прийти сюда и посмотреть. А сегодня этот музей мы, значит, Марго Грант, Борис Беленький, Борис Комаров и я, ваш покорный слуга Михаил Шустарович, мы вложили много усилий в то, чтобы обновить этот музей, вдохнуть в него новую жизнь. И, слава Богу, мы существуем и хотим продолжать то дело, которое было начато когда-то человеком, который болел душой за русскую культуру и хотел, чтобы она внедрялась в американскую жизнь. Еще пару слов о музее. Значит, в нашем музее 4 зала, которые никогда у нас не пустуют. И мы хотим, чтобы художники русскоязычные, нерусскоязычные, которые хотят ознакомиться со своим творчеством, публику, могут всегда обратиться к нам. И мы можем обсудить условия проведения их выставок. Мы рассмотрим любые предложения и после этого будет принято какое-то решение, которое, я думаю, будет полезно и приемлемо для всех сторон. Очередной зал нашего музея представляет произведение художника Игоря Зайцева, который тоже живет и работает рядом с нами в Нью-Йорке. И я с удовольствием сейчас передам микрофон ему, он проведет, так сказать, вас всех по своим, вкратце ознакомиться со своим творчеством. Я написал новую коллекцию и одно из первых выступлений, я сказал бы, происходит сейчас в русском музее, в Джерси-Сити. И я рад, что я, в общем-то, начинаю именно с этого места, потому что это, в общем-то, мои истоки. Что это концентрация моего энергетического импульса, который я выпустил, так сказать, на волю и получил бешеный источник энергии, вдохновения. И я даже подумываю, что это что-то сверхъестественное, как это говорят, это нечто не мое, а нечто такое, которое приходит извне. И это то, что я привлекаю, когда я отпускаю сам себя, свой творческий импульс и ничем не лимитирую. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и закончилось наше путешествие по залу нашего музея. И еще раз хочу вас пригласить к нам. Мы хотим, чтобы наш музей всегда был полон друзьями и людьми, которых интересует искусство. Субтитры создавал DimaTorzok